Всем привет! В эфире универ-ньюсов студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня выпуски. В КФУ торжественно установили мемориальную табличку с именем Даржи Банзарова. За что Министерство юстиции США подало в суд на Google. Десять лет назад Казанскому университету присвоили статус федерального. В честь этого события в ВУЗе проводится конкурс. В одной из социальных сетей, Инстаграм, Ютуб или ТикТок, нужно рассказать о своем любимом месте в университете, подкрепив публикацию фото, видео и неинтересным рассказом. Помимо этого, нужно добавить хэштеги «Мой уникальный федеральный» или «10 лет КФУ». Участвовать могут студенты, сотрудники и выпускники университета. Итоги будут известны 25 ноября, а победители будут ждать ценные призы. К другим новостям. 24 октября на фасаде научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета установили мемориальную табличку с именем Даржи Банзарова. Кто такой Даржи Банзаров и чем он интересен для университета, смотрите в нашем следующем сюжете. Имя Даржи Банзарова, которое сейчас появляется на стенах в этой исторической библиотеке, в 1936-1937 год, примерно, ее строительство, этого здания. Это действительно большая честь для университета, с одной стороны. С другой стороны, мы очень рады, что наши выпускники приобретают такое вековечение в веках, потому что это действительно и честь нашего университета, которые они уже несли на протяжении 19 века, и сейчас мы вспоминаем о них. И мы очень рады, что университет Бурятской государственной начал носить имя нашего выпускника буквально пару лет назад, чтобы я знаю, такое решение получил. Первый ученый своего рода, по мнению некоторых историков, первый Бурят, получивший европейское образование, окончив императорский университет. Человек, чье имя сейчас носит Бурятский государственный университет, Даржи Банзаров. В 2022 году будет праздноваться 200-летие ученого, а пока что на здании библиотеки имени Лобачевского Казанского университета установили мемориальную доску с именем выпускника. Сегодня мы чествуем одного из выдающихся учеников, выпускников Казанского университета, который оказался первым бурятским ученым. По сути, это был первый из инороческих народов человек, который получил классическое европейское образование, который получил классическую ученую степень и притворил, наверное, жизнь идею еще того наркома просвещения России в 19 веке, что инорочные народы тоже могут, получать классическое образование. Даржи Банзаров в июне 1842 года окончил Казанскую гимназию с золотой медалью и поступил в Казанский университет на философский факультет. Во время учебы овладел многими языками, среди которых монгольский, калмыцкий, английский и латинский. С 1848 года до 1850 работал в Казани. Банзаров не смог продолжить научную работу в Казанском университете, поскольку по условиям того времени вынужден был вернуться на родину. По словам ректора Бурятского университета, установка мемориала была совместным делящим двух вузов. Инициативная группа была нашего землячества Бурятского. Казанский университет откликнулся на это предложение. Мы очень благодарны руководству Казанского университета за ту работу, которую вы проделали, потому что действительно в короткие сроки организовать эту работу всегда очень сложно. Как заявил проректор Тимирхан Айшев, когда 200 лет назад создавался императорский университет, одной из основных его задач была подготовка научных кадров для территории Сибири, Дальнего Востока, Поволжи и Азии. И установка мемориала с именем первого бурятского ученого подтверждает то, что Казанский университет справляется с своей миссией. И безусловно, важно то, что фактически сегодняшнему лукавеченному памяти мы подтверждаем миссию Казанского императорского, сейчас потом государственного, по подготовке интеллигенции, по подготовке людей, которые двигают науку вперед, находятся на переднем крае развития научных исследований в различных областях. Лея Авдиденко, Вилета Басова, Универ, Ньюс. На кого и почему подало в суд Министерство юстиции США? Стоит ли ожидать значительных изменений на рынке поисковых систем? Об этом узнаете в нашем следующем сюжете. Министерство юстиции США и 11 штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в монополизме. А именно из-за соглашения Google и Apple, по которому поисковик по умолчанию используется в iPhone и других устройствах. Он же не запрещает использовать другие поисковые системы, оно просто по умолчанию ставит Google, а раз по умолчанию пользователь не меняет, значит его Google устраивает. И поэтому тут я не соглашусь, что это прям сильно вредит пользователям, но с точки зрения закона, антимонопольного, в принципе, законодательства, это, конечно же, вредит. В иске оспаривается также право Google на предварительные загрузки на мобильные телефоны с его популярной операционной системой Android, где этот поисковик не может быть удален. Министерство юстиции считает, что эта ситуация лишает выбора пользователей. Google совершила революцию в мышлении по поводу поисковых систем. Мы говорим гуглить, а не искать. И таким образом, какая-то другая поисковая система, как бы она более-менее не была бы хороша, она не заменит даже Google на уровне восприятия человеком, чтобы мы говорили там, яндексить. Как отмечают эксперты, даже если Google проиграет в суде, то сильных изменений в глобальный рынок подобных услуг не произойдет. В мире, в принципе, пользуется Google как поисковая система по умолчанию. То есть, если Apple ставит операционную систему Google по умолчанию, то, ну, хорошо, перестанет ставить. Но люди могут выбирать, и все равно, если Google нравится как поисковик, они будут его использовать. Кристина Надышина, Универ Ньюс. Кандидат в президент Республики Беларусь на выборах 2020 года Светлана Тихановская поставила ультиматум. Если до 25 октября Лукашенко не уйдет с поста главы государства, то на следующий день начнется общенациональная забастовка. Но это и другие требования так и не были выполнены. Остановим все, чтобы показать. Нас не остановить. Таков лозунг национальной забастовки, стартовавший 26 октября по призыву Светланы Тихановской. Накануне в рамках акции протеста «Народный ультиматум» на марш в Минске вышло более 100 тысяч человек, что стало одной из самых массовых акций протеста. Как итог, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержанные и пострадавшие. А ведь помимо отставки Лукашенко, условиями Тихановской было полное прекращение проявление насилия к протестующим и свободу политзаключенных. Мы видим следующую картину. Российская Федерация признала результаты выборов в Беларуси. Президент России поздравил президента Лукашенко с вступлением на должность президента. Что касается Тихановской, то полная ситуация достаточно сложная. Тихановская объявлена в Беларуси в розыск, уголовное преследование за попытку государственного переворота. Поэтому вот эта ситуация, она как-то на данном периоде, наверное, замерла. Президентом будет оставаться Лукашенко. В то же время будут проходить акции протеста в большем-меньшем масштабе. Но кардинально ситуация, я думаю, в ближайшее время не поменяется. Несмотря на положение Тихановской, у нее много последователей. Следующим шагом белорусов к свободе стала забастовка крупных предприятий 26 октября. К ней присоединились работники государственных заводов и предприятий, транспортники, шахтеры, преподаватели и студенты. Хотя в пресс-службе государства сообщают, что утром понедельника все предприятия работали штатно, без остановки. Если смотреть официальную статистику белорусскую, то речь идет буквально о паре тысяч человек, которые выходят на улицу. Если мы смотрим оппозиционные данные, то мы говорим о сотнях тысяч. Знаете, для того, чтобы понять ситуацию, нужно находиться в гуще событий. На данный этап, с моей точки зрения, мало чем отличается от того этапа, который, например, был в начале этой ситуации. Прошли выборы и оппозиция начала динамично раскрутить эту линию протеста. Тем не менее, в течение дня в социальных сетях публикуются сообщения и видеоролики о том, как люди покидают рабочие места и присоединяются к акции. Однако, маловероятно, что это может остановить жизнь в стране. Если станут предприятия, то это повлечет за собой проблему того, что люди просто не будут получать ни заработную плату, экономика работать не будет. Мы эту ситуацию уже проходили в конце августа, начале сентября, когда мы знаем, что тоже были призывы со стороны оппозиции о том, чтобы прекратить работу предприятий, заводов, фабрик. И мы увидели, что через некоторое время многие заводы, которые приняли участие в забастовках, начали свою работу. Совершенно понятно, что ситуация, наблюдаемая в Беларуси, ненормальна. Поэтому необходимо искать компромисс между правительством и народом. О том, какие меры для этого будут предприняты, узнаем уже в скором будущем. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»